Привет, друзья! У меня для вас небольшая история. Кого, как говорится, трогаю, подбираю для бизнеса сотрудников. Раздается звонок. Женщина, слышно сразу такой возраст, уже за средний или на исходе среднего возраста. И голос такой жестковатый, авторитарный, не критично, но, ну скажем, такой голос командующий. Такой немножечко. И она предлагает свою кандидатуру на определенное место работы. На это место уже сформирован определенный круг кандидатов, и она туда практически никак не вписывается. То есть другой на моем месте просто бы сразу послал, бросил трубку. Но нужно дослушать человека. Она складно, так нормально разговаривает. И я говорю, расскажите, сколько вам лет? 45. Где вы работали? Она рассказывает. Я говорю, ну, вы знаете, так и так, по-честному. Вы не прямо в том направлении, у вас был опыт, который нас интересует. То есть вы не приоритетный кандидат. Она, да, хорошо, я понимаю, но... А вот скажите, а у вас какие приоритеты? То есть вам надо, чтобы как? Я говорю, так, вот надо и вот так, и вот так. Она, хорошо. Но смотрите, у меня есть смежный опыт. Вот такой, вот такой, вот такой. Плюс я гибкая, я подстраиваюсь и так далее, и так далее. Хорошо. Действительно, хорошо ведет беседу, хорошо строит предложения. Адекватный человек с ясным умом. Я всегда таких стараюсь уважить. Я говорю, хорошо, хорошо. То есть шансы ваши все еще малы, но давайте так. Я вас не вижу, а хочется все-таки видеть человека по внешности. Очень многое можно понять предварительно, первично. Вот, а я вас не вижу, да. Поэтому давайте все-таки на сайте с вакансиями пришлите свою анкету. Увидим вас. И если, скажем, если вы будете все-таки интересны, продолжим. Она, хорошо, я вот, смотрите, только позвольте я еще добавлю. Хорошо, добавьте. И она еще что-то рассказывает, рассказывает. Эта женщина не очень подходит, и она действительно ошиблась в итоге. Она прислала все-таки анкету, но без фото. После того, как я ей объяснил, что я вас не вижу, да, а давайте мы на вас еще посмотрим. И указано там тоже, опять же, в вакансии, что нужно присылать фото обязательно. Она этого не сделала. То есть, ну, совсем не то. И так изначально неподходящая кандидатура. И после того, как написано еще, вслух рассказали, она не прислала фотку. Ну, то есть это нет. Но я, как бы, мне понравилось с ней общаться. Она была цепкая, хваткая, она не выходила за рамки. Она крутила свой шанс, как могла. Она пыталась пробиться. И она спросила. Скажите, пожалуйста, если я вам сейчас не подойду, есть ли какой-то вариант, что впоследствии вы как-то будете там что-то изменяться, будет что-то расширяться? Возможно, смотрите, у меня вот такие вот ключевые навыки, очень хорошие. Я очень сильно могу пригодиться в таком и таком. Говорю, хорошо, я вас понял, услышал. И действительно такое может быть. Но пока рано об этом говорить. То есть пока неизвестно. Хорошо. На том разошлись. И второй случай. Приходит женщина. Замечательная, красивая. Исключительно приятно оделась. Очень мало женщин, к сожалению, так элегантно одеваются. Но при этом у нее очень такое потухшее, такое немножечко отстраненное выражение лица. Она излучает неловкость какую-то, что ли. Возможно, какой-то легкий испуг. Вот даже не застенчивость, а как будто она побаивается того, что происходит вокруг. И то место, куда она претендует, оно идет вразрез с этим. Ну, то есть нельзя. Там нужно быть активной, уверенной, деятельной. И желательно еще побольше улыбаться. А у нее это не получается. И я говорю, смотрите, пожалуйста. Давайте вот на чистоту. Вот конкретно ваша проблема. При этом у вас очень много есть задатков, что вы можете хорошо вписаться и хорошо работать. Но конкретно вот здесь проблема. Я вам конкретно сообщаю, вот в чем она заключается. И вы можете в ближайшее время, вот собравшись с силами, проявить себя по-другому. Покажите. Вот как в театре на экзамене. Вот дайте. Ну, вернее, на театральном факультете на экзамене. Дайте мне вот это настроение. Дайте мне вот такое отношение. Покажите мне, как вы можете. Она что-то попыталась, но видно, что человек интроверт. И какой-то уверенный вид. И какое-то такое вот настроение, излучаемое наружу, плохо дается. То есть она, ну вот, попыталась, но это совсем не то. И если это вот она один раз так собралась и попыталась, то а как потом будет? Это будет еще хуже. И я посмотрел, посмотрел, и говорю, вы понимаете, вот вы вот настолько близки, вот я действительно хочу, чтобы вы были вот здесь. Я желаю вам, чтобы вы были вот здесь. Я болею за вас, я сопереживаю вам. Ну, вы вот немножечко. И знаете, что сказала эта барышня? Она говорит, а, ну, нет, нет. Ну, значит, нет. Я говорю, в смысле? Ну, то есть, понимаете, я же, ну, как бы, вы же можете. Ну, то есть вы можете, просто вы как-то, ну, то ли просто не пересилили себя, то ли, ну, не знаю, то ли действительно вот вы настолько замкнутый в себе человек, что вы и не можете пересилить себя. Я же сопереживаю вам. У вас же много хороших параметров. Вы же, ну, вот буквально вот столечко вам осталось. Ну, вот, ну, давайте, вот сделайте, как надо. Ну, вот, вот, вот так у вас не получается. И она опять, она несколько раз это повторила. А, ну, ну, нет, нет, я все понимаю, я все понимаю. И сразу так полшага уходить. И я ощутил в какой-то момент, ну, просто абсурдность какой-то ситуации. Это я должен ее ругать, а она должна говорить, а я сейчас все сделаю. Я сейчас, вот, подождите, дайте мне одну минуту, я сейчас все исправлю, да? Вместо этого я говорю человеку, который не очень подходит, я за вас сопереживаю. Вот давайте, я вам рассказал, в чем проблема, рассказал, где постараться, давайте, соберитесь. А она говорит, а, ну, нет, нет, и все, сразу уходите. То есть подождите. Почему я борюсь, чтобы у вас была работа, а вы вот так относитесь к работе? И в связи с этим, ребят, я хочу сказать, может, кто-то впервые это услышит, а кому-то, может быть, напомнить, такую мудрость. В жизни есть очень много благ, и вам их никто не даст. Блага нужно брать. Нужно пойти и взять их. И вот эта первая женщина, у нее было очень мало шансов, но она так старалась, так пыталась, что она мне понравилась. Прямо вот она молодец. И даже, несмотря на то, что она не прислала фотографию, вроде бы такая глупая ошибка после разговора, который у нас состоялся, но все еще, возможно, где-то в будущем я постараюсь посодействовать ей, чтобы у нее была достойная работа. Вот эта вторая женщина, я и так ей содействовал, как мог, но она бездарно отпустила этот шанс. То есть непонятно, тебе вообще работа нужна или нет. И подумайте, ребят, вы собираетесь вот так все отпускать, ждать, что вам жизнь только сама принесет и насильно разжеванное в клюв положит, и вот так вашим клювом сделает, чтобы у вас все проглотилось само. Или вы будете брать от жизни вещи. У вот этой первой женщины есть очень много шансов. Вот эта вторая женщина, она только возьмет готовенькое, если готовенького нет, она просто все отпускает. И в связи с этим вспоминается вот эта коротенькая притча, которую все время повторяли в фильме «Поймай меня, если сможешь». Два мышонка упали в кувшин с молоком и не могли выбраться. И один подумал, а чего тут сопротивляться? И сложил лапки и пошел ко дну и утонул. А второй сказал, я обязательно выберусь, обязательно выберусь. И он так упорно барахтался, так усердно барахтался, что сбил масло из этого молока и, оттолкнувшись от куска масла, выпрыгнул и спасся. И вот там главный герой, сначала его отец, потом сын, говорят, я второй мышонок. И я тоже себя считаю вторым мышонком. По-моему, когда-то я уже вспоминал эту притчу, но вот она как раз сюда очень хорошо подходит. Ребят, подумайте, кем хотите стать вы. Вот этот второй тип людей, которые, ну ладно, ну ладно, ну значит мне ничего и не полагается, в жизни, ну значит я все пропущу. Это даже наблюдать и слушать эстетически неприятно. Это называется уныние. И унылых вот таких пассивных людей неприятно. То есть изначально ты хочешь помочь этому человеку, а когда видишь, насколько человек все отпускает, все заполняет вот таким унынием, просто как-то даже возникает какая-то брезгливость и не хочется больше помогать. То есть если ты настолько легко все отпускаешь, ну значит тебе как-то и не положено в жизни. Ты как-то ничего особо сильное не хочешь. А вот такие люди, которые не очень подходят, но стараются, ищут пути, добиваются, дипломатию подключают, разные входы-выходы. Вот это достойно уважения. Старайтесь, ребята. Старайтесь, вас будут уважать. Будет вам все дано. Все вы возьмете в этой жизни. Подумайте об этом. С вами был Торвальд. Пока.